Девногорский завод низковольтной аппаратуры на грани своего закрытия. Собственник предприятия намерен остановить работу из-за нерентабельности и огромных долгов. ДЗНВА задолжал бюджеты всех уровней и кредиторам около 700 миллионов рублей. По заявлению владельцев градообразующего предприятия, завод продолжает терпеть убытки и больше работать не может. Накануне Девногорское производство должен был посетить председатель правительства края Виктор Томенко. Однако руководство завода сорвало встречу, уехав в Москву. Работники возмущены нынешним положением дел на производстве. Мы все же проработали на этом заводе. В нашем городе особо нет мест, где можно устроиться. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы завод закрывался. Единственное, что настораживало, что производство продукции было за последние несколько месяцев сильно сокращено. То есть то, что мы можем делать, мы как бы не делали. Ну а если нет продукции, значит, естественно, нет продаж, естественно, нет денег на предприятие. То есть плохо, они уже давно топят корабль. Ну как, плохо, конечно. Много народу, придется искать новую работу. Сами-то куда пойдете? Ну вот не знаю, сейчас иду искать. Вообще, постановка должна идти по закону. Два за месяц предупредить о банкротстве, а в сокращении. А остальное, ну как по кодексу. Ну и как у вас эта ситуация? Не угнетает? Всех угнетает. Как не угнетает? Что? При закрытии завода без работы могут остаться более 700 человек. Чтобы помочь им в трудоустройстве, в Девногорск отправится в ближайшее время мобильный центр занятости. Если произойдет такое мероприятие, то есть высвобождение, безусловно, это повлияет на рынок труда сегодня у города Девногорска. Но несколько это сглаживает ситуацию, наверное, то, что Девногорск все-таки расположен рядом с таким крупным мегаполисом, как город Красноярск. Помимо того, что сегодня более 300 вакансий есть в банке данных центра занятости города Девногорска, точно так же есть еще банк вакансий самого города Красноярска. Это порядка 12-13 тысяч на дату. Напомним, в сентябре этого года по требованию одного из банков-кредиторов суд арестовал имущество завода. Причина – огромные долги. В последние годы ДЗНВА получал всяческую поддержку от региональных властей. В том числе ему помогали искать рынки сбыта продукции. В 2009 и 2010 годах из краевой казны предприятию выделили 85 миллионов рублей, чтобы поправить дела. Однако из-за слабого менеджмента завод все-таки оказался на грани банкротства. Наша самая главная задача – позаботиться о людях и, самое главное, проконтролировать всю законность процедур сокращения увольнения работников. Проконтролировать выплату зарплаты в соответствии с сокращением. Ну и, соответственно, за это время посмотреть, оценить ситуацию и, возможно, сделать какие-то предложения по дальнейшей реализации этой площадки и по дальнейшей судьбе завода. Сегодня краевые власти намерены детально изучить все аспекты деятельности предприятия и, конечно же, обстоятельства его предбанкротного состояния – умышленные ли это действия со стороны собственника или объективная экономическая ситуация. Мы будем следить за развитием ситуации вокруг Девногорского завода низковольтной аппаратуры. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru Сергей Кузовков, Олег Голубин, город Девногорск, Афонтово. Новости.